Я вам расскажу, что творится в мире. На самом деле в мире творится много чего интересного. Господин Макрон, президент Франции, ездит по больницам с больными коронавирусом без маски, без защиты. И уже посетил несколько больниц. И когда корреспонденты спрашивали, вот скажите, вы говорите, что всем надо предохраняться. И вы вот все вот так убеждены в том, что эпидемия. Почему вы сами ходите без защитной маски? Знаете, что им Макрон сказал? Макрон, президент Франции, представляете? Он им сказал, что никакой коронавирус не действует на расстоянии больше одного метра. Странно, да? Его пресс-служба повторила эти слова. То есть он сказал, что он выполняет строго те инструкции, которые его сопровождение, так сказать, подготовил. Вот удивительное, да, творится это. Смотрите, всех вирус накрывает, а президента Франции не накрывает. В отличие от Макрона, наш президент путешествовал, значит, в клинику, значит, в полной защитной экипировке. Да, со всеми там поговорил, все там обсудил. Да, и после этого сделал сегодняшнее заявление. Вот. Я уж не знаю, как комментировать действия Макрона, но то, что он не предохраняется, да, у меня вызывает очень много вопросов. Каких вопросов? Я не понимаю. То есть что, коронавирус Макрона не берет, что ли? Я не понимаю. Нет у меня ответа на этот вопрос. То есть у меня до сих пор какие-то смутные сомнения. То есть такое ощущение, что эпидемиологическая обстановка действует для одних, а для других это шанс делать свои дела какие-то. Я не понимаю, честно говоря, что происходит. Спокойно. Они видят, как развивается ситуация. То есть ситуация развивается по, внимание, по драматическому сценарию. Это не просто кризис, друзья мои. Это тройной кризис. Тройной биосоциальный и финансовый кризис. Хорошо, хоть в России нет еще четверного кризиса политического. А то бы было полной керды. Пока это тройной кризис. Биосоциальный и финансовый. Я скажу, наверное, многие из вас просто не заметили, что вчера на днях, буквально в ближайшие 48 часов, Соединенные Штаты Америки взорвали атомную финансовую бомбу. Это был атомный, финансовый, термоядерный, атомный и все вместе взрыв. Если 2 триллиона долларов наличности будет выделено американским корпорациям, вдумайтесь, 2 триллиона, вся экономика России 2 триллиона, 2 триллиона долларов будет выделено, не обеспеченных просто денег напечатано новых американских корпораций, как вы думаете, что они на эти деньги сделают? Да они скупят полмира, полмира подешевевших активов, они просто все поскупают. При этом в запасе у американцев еще 4 триллиона скупки ипотечных бумаг без ограничений. Итого 6 триллионов пакет мер реакции на коронавирус. Ребята, это не коронавирус, это большая финансовая война. И то, что сейчас идет во всем мире, это всего лишь навсего мобилизация. Мобилизация людей, сил и средств. И кто это не понимает, тот не понимает.